Пять контейнеров здесь установлено, стоимость одного контейнера 26 800. Сколько это получается? Порядка 140 тысяч вся эта площадка обошлась. Здесь была жуткая картина. Рядом с детской библиотекой практически был такой котлован с кучей мусора, который наполнялся в течение недели под завязку. И раз в неделю приезжала техника, рыло дальше покрытие. Покрытие уже там уничтожено было, просто яма была. Жители добились переноса, закрытия этой площадки. Молодцы. И теперь имеем другую площадку. Те же самые контейнеры переместили сюда, но все были приятно удивлены, когда их прикрыли декоративными системами. Как будто бы ничего. Первое время чисто, но потом наблюдается такая картина. Через каждые дня 2-3 возле них накапливается мусор. То есть так, как было в меньшей степени, но все равно такое имеет место. Потому что крупный мусор, крупногабаритный некуда бросать. Нет большого этого бака, контейнера. Вот сегодня просто повезло, мы видим чистую картинку. Дня 2 назад тут все было опять не очень хорошо. А я как экономист по специальности поинтересовалась, сколько же стоят такие системы. Сделала запрос в департамент инфраструктуры. И оказалось, цифра очень немаленькая. Значит, за 2 года приобретено 620 контейнеров на сумму 17,7 миллионов гривен. Не трудно было посчитать, стоимость одного такой контейнерной системы стоит около 27 тысяч гривен. Если даже обновить контейнеры с крышками, купить можно было, да. Потому что основная претензия была у людей, что ветер раздувает мусор и он разлетается и так далее. Простой подсчет показывает, что 5 контейнеров здесь установлено. Стоимость одного контейнера 26,8 тысяч. Сколько это получается? Порядка 140 тысяч. Вся эта площадка обошлась. Красота, можно так сказать. И в общей сложности на сумму, на общую сумму потраченную на эту площадку, можно было купить новых контейнеров порядка 20 штук. С крышками, современные, пластиковые. Вот пример, как я считаю, неэффективное использование бюджетных денег. Это было коллегиальное решение с урахованием вимог до того, чтобы смяты за фактом попадания в контейнер не разлетались, чтобы обмезли доступ без хатки, с урахованием коштовности на выготовление, с урахованием стейкости и так далее. А уже за фактом проведено процедуры, так как это была открыта процедура, согласно чинного законодавства. Участники припиняли участь в процедуре, и за фактом торгів, которые происходят на электронном майданчике, уже была сформована кинцевая цена пропозиции.